всем привет наше очередное видео из эскишира на этот раз из вечернего эскишира сейчас мы идем в один из торговых центров потому что на улице уже прохладно и сад кач 7 часов вечера в общем друзья из первых двух видео вы поняли что в первые дня два первые два дня в эскишире вы можете прогуляться по одан-пазары по исторической части города также сходить на шопинг и попробовать всякие разные традиционные блюда в эскишире чем мы займемся кстати завтра поэтому обязательно если вы не подписаны наш канал подписывайтесь а также мы побываем на пойдем на одну очень важную встречу об этом я вам тоже расскажу но сейчас друзья вечерний эскишир и все что здесь происходит в этом торговом центре кстати очень хороший магазин бойлер вот эту вот курточку мы покупали айхана два года назад лимон компани лимончик такой и здесь также есть косметика и кстати очень большой кинотеатр его я вам покажу чуть позже ну а сейчас сейчас идем в бойнир в алании кстати тоже есть магазина практически во всех торговых центрах в турции пришли на саму лет и сейчас будем играть более когда с экраном более не играли вот там здесь записывается кашпара тринадцать лир на человека 20 шаров и вот так вот выглядит здесь боулинг кто выиграет айхан или я да конечно я давай айхан первый шар он в он 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 свал он и у он 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 В торговом центре Канатлы есть еще кинотеатр. Очень современный, классный и кино стоит всего 8 лир. Вот так вот выглядит здесь место ожидания. Сделан такой вот очень интересный дизайн. И, кстати, в этом торговом центре на минус первом этаже еще есть огромный детский парк. Помимо того, боулинг-центры, где мы были, еще есть какой-то ешам писти. Я не знаю, что такое, но сейчас спустимся и узнаем. Есть вот такой вот парк для детей и еще есть вот такая вот классная штука. Но это, наверное... Так, не туда мы пришли. Но это, наверное, для детей. Друзья, кто прыгал на такой штуке, обязательно напишите, потому что я бы с удовольствием на ней попрыгала. Но это, скорее всего, только... Зип-зип. Классная штука, надо в Алани на такой попробовать. А еще для детишек есть вот такие вот машинки, где они могут покататься, выучить правила движения. Цены, кстати, очень приемлемые. Боулинг стоил 13 лир, здесь 10 лир или 14 лир. Есть также всякие разные... Вот такие вот попрыгать можно в шариках. Ну, в общем, интересно. Поскольку Эскишхир студенческий город, здесь много всяких разных дешевых кофешопов. И вот, например, один из кофешопов, где мы сейчас будем покупать кофе, видите, целая толпа народу. Сколько здесь кофе стоит, Айхан? Как вы покупаете парабур, да? Идем 4 раз. 2,5-3 лиры. А, эспрессо. Вам боковые лиры? Вот видны цены. Очень маленькое место. Можно купить всякие вкусняшки, донаты, кофе. И вот так вот попить кофе. Вот есть разные варианты кофе. 2 лиры, 2 лиры. Такой стаканчик 3 лиры. Но мы решили взять вот такой вот за 4 лиры. Пошел дождь, друзья, и мы опять с Айханом пришли в торговый центр Эспарк. Город живет. Очень много народу. Все работает. Магазинчики, торговые центры. В общем, идем опять в торговый центр Эспарк купить кое-что по мелочи. Еще здесь есть вот такой вот стенд, где делают массаж. Минута массажа профессионального. Стоит 2 лиры. Вот на таких вот профессиональных креслах делают массаж. Массаж чего? Ааа, спины. Говорят, что помогает. Смотрите, кого из меня сделали. Как вы считаете, мне вот эти вот брови слишком или нет? Но мне очень понравилось. Потому что я такой стала прям другое какое-то. И совсем минимум, минимум косметики, друзья. В общем, я покупаю. Друзья, вот что значит хороший сервис. Потратила кучу денег и еще столько захотелось всего купить. Потому что девушка просто потрясающая. В общем, и косметика тоже мне понравилась. Поэтому, если кому нужно, обратите внимание на вот эту вот марку. Ну, а сейчас мы идем на рейги-дюрюшем, или? На рейги-дюрюшем. Пойдем, наверное, куда-нибудь уже покушать. Не знаю. А здесь, как я вам говорила, делают самые вкусные дюрюмы в Асхишхире. И 18 дюрюмов за 3 минуты. Пино, самый старый в Асхишхире ресторан фастфуда. И несмотря на то, что здесь продают гамбургеры, здесь все, все это домашняя пища. Вот вы можете посмотреть цены, меню. Пино, пицца есть, гамбургеры. И Айхан сказал, что он сюда приходил еще ребенком. Мы бродим по вечерним улицам Асхишхира в поисках ресторана, где Айхан будет есть йогурт у кебаб. Кебаб с йогуртом. Место, где был этот кебаб раньше, там уже другой ресторан. Ну, а почему йогурт у кебаб? Потому что это одно из блюд Асхишхира. И его обязательно нужно попробовать, когда вы приезжаете в Асхишхир. Хотите красивые вечерние платья, качественные, недорого? Приезжайте в Асхишхир. 100, 150 и 200 лир. Большие скидки. Мы зашли в один из ресторанов. На закуску приносят вот такие вот чекефты. Я вам покажу меню и цены. Посмотрите, сколько здесь видов пиде. Лохмаджуны, пиде, всякие-всякие разные цены. Лохмаджун 5 лир. Ну, кстати, дороговато. Всякие разные пиде. И с сыром, и с мясом. И, друзья, здесь также есть знаменитый кебаб, который нужно обязательно попробовать. Не вижу его, только что видела. Называется он локма кебаб. Нердо локма кебаб. Вот, видите? Локмалар. Локма кебаб, локма кебейти локма и так далее. Это кебаб, завернутый в специальный лаваш. Очень-очень вкусный. Мы его попробуем в ближайшее время. Ну, а сейчас Айхан будет есть йогуртлу. Кебаб. Видите, какие вот простые меню. Здесь также всякие десерты и напитки. Чайкефты? Угу. Айхан будет ли я? Да. Угу. Горевизима? Острая. Очень острые чайкефты. Синбак. Угу. 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 Аджямо гюзель. Острая, но очень вкусная. будет ли мы чьи от или и от макосакки в общем друзья это чеков ты с настоящим мясом хотя делать турции запрещено но а вот их она несут его йогурт лук кебаб в йогурт лук кебаб мы фарк не отличие интересно в чем отличие от обычного кебаба и вот надо беремся отличие в том что йогурт под мясом тады фарк вам айхан говорит что вкус тоже отличается носок вкусно не успевает ничего купить в микросе это это мы которые приходим в магазин во время его закрытия ну что ж останемся без напитков на вечер на это есть маленький магазинчик ну и на ночь глядя конечно же айхан решил поесть сладостей лира 25 стоит вот такая вот сладость сейчас мы еще будем гулять поэтому сказал что килограмма не наберет мы сейчас идем на на железнодорожный вокзал и разговорились с айханом о вкусах в еде я например до сих пор не привыкла в турецкой еде вот он сейчас ел только что на едиады о татлы баллы 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 в чем суть суть в том что просто тесто запекают в масле и потом поливают сиропом есть у них еще такая сладость делают ее на байрам называется кадаив в общем просто хлеб поливают его сиропом он размокает размокает и в общем получается размоченный в сахарном сиропе хлеб я например вообще не понимаю этого вкуса мне не нравится ну мне кажется что это просто ужас но одновременно я и хану говорю что например тебе нравится вот эти вот вещи а у нас есть например взять кусочек белого хлеба помазать маслицей с икоркой вкуснее ничего нет или есть например такой норвежский бутерброд берете берете норвежский хлеб не белый не черный такой серый хлеб сверху рыбный пудинг кто был норвегий тот знает но это типа колбасы такой но это пудинг сверху майонез креветочки и полить это лимонным соком друзья вкуснее ничего нет а вот айхан такой есть не будет корида сидит никогда в жизни не будет есть креветки потому что их вид у него просто вызывает я не знаю не шока ему становится плохо вот так вот и живем а